Девушки отдыхают Но омикрон, увы, самый настоящий, не состоящий даже почти ни с кем в родственных связях. К нему, кажется, вообще не подступишься и с ним не договоришься. Ревизор омикрон будет снова проверять на прочность все наши системы и, безусловно, найдет сотни лазейка слабых мест. Его преимущество в том, что мы уязвимы, а он, похоже, не очень. Мы до сих пор не проводили предыдущего дельту ревизора. Спад заболеваемости почти никак не отражается на работе госпиталя в РКБ. Может быть, обращений, выявляемости, она больше становится, меньше. Но у нас в реанимации пациенты не уменьшились, количественно нет. Людям кажется, что битвы отгремели. Но это совсем не так. Откуда тогда эти раненые? Представьте, с каким чувством они ждут так называемого Нового года. Там новые проблемы старые, да? Да, потому что елочка украшена, видите, и игрушками, и упаковками от препаратов каких-то. Я предполагаю, что примерно врачи-то представляют себе, что вот с этим опять весь год жить, да? Однозначно будем жить с этим. Вопрос, конечно, в том, насколько вечер перестает быть томным. Что он такое, этот омикрон? С чем его едят? О вакцинах впереди. Определимся хотя бы, есть ли предпосылки уповать на какую-то особую гуманность нового штамма, о которой мы слышим отовсюду. Более заразный, но менее опасный таким может оказаться омикрон. Омикрон может помочь человечеству справиться с пандемией. Каждый пророк любым способом. Этот штамп будет не такой опасный, как предыдущие Альфа и Дельта. Людям говорят то, что они, наверное, и хотят слышать. Глубоко. Копает. Но реальность такая, какая есть. На самом деле, те данные, которые сейчас у нас есть, и которыми мы наблюдаем, они как раз не показывают какой-то особенной мягкости, и не заставляют надеяться на то, что он окажется значительно добрее, чем то, что мы до этого наблюдали. И, собственно, в провинции Гаутенг госпитализации на самом деле растут какими-то совершенно катастрофическими темпами. То есть там рост даже не на 50-70% каждую неделю, там рост в 2-3 раза в неделю. И, например, если брать только за последние 3 недели, госпитализации выросли в 14 раз. За 2 недели они выросли в 6,5 раз. И рост продолжает ускоряться. Уже с самого начала этой волны было видно, там, пола южноафриканской статистики, что заболеваемость и госпитализация очень сильно сместились в сторону молодых и в сторону детей. То есть там уже по итогам первых недель, например, где-то 10% госпитализированных, это были госпитализированные дети до 4 лет. Нет никаких оснований считать омикрон мягким и плюшевым. И уж тем более разносить по миру благую весть о живой вакцине, которой он якобы станет. Дескать, таким штаммом можно и переболеть, чтобы получить стойкий естественный иммунитет. Переболеть вот этим вот ослабленным вирусом – это не панацея. Я бы все равно призывал всех вакцинироваться, потому что вакцинация предотвратит от тяжелого течения заболеваний. И даже если вирус потенциально менее патогенен, это не значит, что от него люди не будут умирать. Вот и в эти дни очередная волна дискредитации вакцин, которая будет стоить жизни огромному числу людей. Лженаучная лингвистика, как обычно, ссылается на вполне научные исследования. В нескольких странах уже были проведены исследования по возможности вакцин противостоять заражению омикроном. Тут все данные, к сожалению, между плохо и очень плохо. Оказалось, что ни МРНК вакцины, ни аденовирусные вакцины не нейтрализуют омикрон. То есть он практически беспрепятственно проникает в, казалось бы, защищенный организм. То есть полностью вакцинированный человек не защищен от заражения омикроном. Небольшая нейтрализация вируса происходит после бустерной дозы вакцины. То есть ревакцинация имеет смысл. Правда, происходит это не так часто, лишь в 25% случаев. Но есть хорошая новость для тех, кто переболел и вакцинировался. Ваш иммунитет, видимо, будет самым стойким. Ну, опять же, не на 100%, но как минимум на половину. Ну, все это, конечно, совсем не значит, что мы все умрем, как говорится. Во-первых, эти испытания проводились все-таки в пробирке, а не на живых людях. То есть ин виво в жизни может быть значительно лучше, чем ин витро в пробирке. Ну и потом, во-вторых, считается, что защита от тяжелого течения и от смерти будет значительно выше. Ну, может быть, и не 100%, конечно, но очень близко к тому. Повторная заболеваемость переболевших уже выросла втрое в Европе. А значит, вместе с тем растет и роль вакцинации переболевших. И роль ревакцинации для любого, болели или нет, но ревакцинироваться сейчас самое время. Не нужно считать, что это якобы бесполезно, особенно сейчас. Уже Дельта и уже сегодня отправляет в нокаут тех, кто немного замешкался. Сколько копий ломают сейчас вокруг ревакцинации. Вы что, нас заставите каждые полгода, что ли, прививаться? Ну, бесконечный эти разговоры. Но вы здесь уже видите, что это необходимость. Да, вакцинированные начали появляться у нас. Но это те пациенты, которые, я говорю про реанимацию, которые вакцинировались в апреле-май и которые нуждаются уже в ревакцинации. А те, кто не вакцинировался вообще, аргументируя тем, что он болел, но он легко перенесся и, наверное, больше никогда не заболеет. Я очень часто слышу это мнение. Оно настолько ошибочно. Вы знаете, когда-то у вас ослабеет иммунитет, когда-то он даст сбой, и вы заболеете. Люди боятся вакцинироваться, где шанс получить осложнение один на миллион. И тут говорят, а давайте переболеем, шансы всего один к стам. Ну, смешно. Понятно, что вакцинация – это однозначно более безопасный вариант. Проведение вакцинации, ну, вот наша, так сказать, жизнь, ну, похоже, как попытка перейти улицу на красный свет. Но иногда бывает, что можно проскочить. Ну, вот как-то раз, два, но потом же это все в конечном итоге не получится. Как бы не хотелось многим объявить, что прежние меры больше не работают, это не так. Так, вакцинация – лишь одна из мер. Каждую из них можно критиковать, уничтожать, дискредитировать, но в целом метод прежний. Это метод швейцарского сыра. Каждый ломтик этого сыра имеет прореху, это сбой защиты. Но если слои идут друг за другом, то никаких прорех в итоге не остается. Эти слои – наши меры защиты, комплекс мер. Вакцинация маски, мытье рук, вентиляция помещений, ограничения, дистанцирование – только комплексные меры закрывают дыры в нашей защите. Нам не нравится и кажется бесполезным каждый этот слой. Но вместе они работают. Точно так же мы предотвращаем аварии. Многочисленными ограничениями, правилами и средствами защиты, конечно. Безусловно, омикрон ли, дельта ли, маска, дистанция, вакцина – это абсолютно точно. Наверное, все-таки мы пока будем продолжать сражаться, пока не будет вакцинации, пока не будет иммунитета у людей. Новый вирус, который спасет или сам провакцинирует людей, не придет, это однозначно. Мне кажется, мы слишком очеловечиваем эту инфекцию. К нам едет... Омикрон. Не первый и, наверное, не последний. Во всяком случае, конца света ожидать точно не стоит. Но не стоит ожидать и конца всей этой истории. Как бы нам не хотелось, но мы мало куда движемся, и лишь снова и снова застреваем в странной неподвижности. Он остановился в гостинице. Эта немая сцена еще не конец. Михаил Любимов, Роман Безменов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok